Говорите. Давай. Говори. Юля, слушаем тебя. Юля, у тебя какого марта день рождения? У тебя какого марта день рождения? Что-то уток сейчас не в голову. Юлечка, внизу, посредине, кружочек с микрофоном. Нажмите на него. Юля, говори. Вот так нормально? Вот, говорите. Да, да, да. Да, нормально. Слышно? Да, говори. Слышно, слышно. Можешь видео включить? Нет, нет, видео нет пока. Я хотела поделиться насчет прозрения, сказать, рассказать. Я, можно сказать, в таком восторге. Я начала капать наши волшебные капли для глаз. Капала-капала. У меня там что-то творилось в глазах. Но я думаю, нет, биозан меня не подведет. Это, наверное, так должно быть. У меня там и мусор, и непонятно, что было в глазах. Все равно я промаргивала все это. А потом все-таки я пошла к окулисту. Когда мне стало полегче все. У меня я не видела в таблице прозрения только последние три ряда. Когда я пришла к окулисту, она посмотрела. У меня начиналась катаракта. Про катаракту она ничего не сказала. А я видела уже по ряду последний ряд, только не видела этих букв. В общем, в итоге я говорю, вы знаете, у меня вот внутри в глазах что-то, вот такое ощущение, как будто что-то мешает мне. Посмотрите, пожалуйста, что у меня там, извиняюсь, за глазами. Она посмотрела и так начала смеяться надо мной. Говорит, господи, боже мой, первый раз такое вижу. Столько ресничек там у нее и медсестре рассказывает. Ну, и прям реально смеется. Ну, как хочет прям. Столько ресничек, боже мой. А я про себя думаю, да у меня в природе их столько, наверное, нету сейчас. Ну, в общем, все равно меня как-то это удивило все. А я пошла к другому врачу, думаю, ну, а я говорю, вы мне промойте их тогда? Она говорит, нет, нет, я не буду. Я пошла в платную клинику, там обратилась тоже к врачу. Я ей сказала, вот мне врач сказала окулист, что у меня там реснички, полно ресничек за глазами. Я извиняюсь, но она меня так накричала. В общем, и в итоге сказала, ничего вам делать не буду, не надо придумывать. Ни один врач вам такое сказать не мог. А я в это время антипаразитарную программу подключила, когда уже заканчивала вот эти капоти, глазные капли, подключила антипаразитарную программу. В итоге я прихожу домой, так спокойно стою около зеркала, все, и смотрю, какие-то у меня черные такие палочки по 2-3 сантиметра, ой, фу, миллиметр, где-то вот такие палочки. И раз с одного глаза я не поняла, а с другого глаза тоже как-то так. А подруга спрашивала, что такое? Она говорит, так это же паразиты самые настоящие. В общем, они у меня стали сыпаться, эти мои реснички, через глазничку, ну, около переносица выходить. Потом я их стала высмаркивать, ну, в общем, они у меня со всех частей тела, мне кажется, стали выходить эти реснички, выползать. Но до сих пор они еще есть. Я бы, конечно, я пошла вот в крутую экозрение клинику, я говорю, промойте мне глаза, пожалуйста, потому что я чувствую, все равно они еще у меня есть. Ну, не так много ощущений, но есть. И, ну, к окулисту я когда пошла, уже все, у меня зрения катаракта нет, благодаря этим каплям начинающие. Потом я вижу только, не вижу, вернее, только последнюю строчку в этом прозрении. В общем, я себя прекрасно чувствую. Ну, тут еще вот маленькая такая рема. Это про глаза. Так что, товарищи, пожалуйста, капайте. Пожалуйста, я думаю, ну, весь мир должен пользоваться этими волшебными каплями. Весь мир. Не то, что там какая-то только наша компания. Всем-всем надо, мне кажется, доносить, чтобы все люди капали эти капли волшебные. Они действительно волшебные. Вот. И потом еще у меня такой вот, ну, ремарочка-то уже не по глазам. Я не знаю, я не отвлекаю. Нет, ничего. Говори, говори, говори. И вот сейчас, поскольку уже антипаразитарно у меня осталось, прям, ну, я строго, я прям строго все по буквам программу выдерживаю, что можно, что нельзя, я все выдерживаю. Осталось мне еще где-то около недельки еще пропить. И я потом говорю, господи, я потом буду торты кушать и все на свете. Ну, ладно, отвлеклась. В общем, я стала мазать хондрой ноги. Думаю, буду мазать прям от и до, всю ногу мазать. И стала мазать ноги. Вот раза три только я помазала, а у меня раньше лет 20-30 укусил комар меня. Я не знала, как расчесать и все. Я его сдавила с четырех сторон, думаю, чтоб меньше чесался. И с тех пор у меня образовалась прям черная такая, ну, темно-коричневая, ротенькая получилась. Мне так она не нравилась. Я так раздражалась, глядя на, думаю, что ж я надела, зачем же я давила этого комарата укус. Ну, натворила такой. И никак она, что я только не делала, какие только приспособления, мази, крема, там все, ничего не помогало. А это я его третий раз мажу. И прям к моему счастью, вообще прям такая радость. Я смотрю, этого пятна нет. Он уже у меня прям светлый такой, коричневый даже. И он такой эмали, малюшечка стала такой, ну, уменьшается и посветлел. И вы понимаете, и колени такие легкие стали, и ноги легкие. Я хочу сказать, что крем вот действительно до глубины нашего тела, до всех проблем, он, наверное, все-таки проникает. И вот такие чудеса творит. Что вот это около 30 лет, ну, вот это у меня родинка была, злосчастная, которая раздражала меня. А теперь принесла вот этот, принес радость этот крем Хондра. Я очень, очень благодарна. Катерина, ну, вы знаете, что я вас очень люблю. Вы такие молодцы, задорные. Прям вот за вами хочется идти, 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 и чтобы вот прям именно Биозан процветал и развивался дальше и больше. Спасибо вам большое. И Радику очень отдельное большое спасибо. Компании, нашим руководителям. В общем, я всем благодарна. Так что, товарищи, давайте дружить. Прям очень и очень сильно любите дружить с Биозаном. Ну, я все, я эмоционально. Я первый раз говорю, не знаю, что наговорила. Все.